Танк 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 В мире специалистов с таким опытом научно-исследовательских поджогов и взрывов, где каждый паскаль взрывной нагрузки учитывается специальными датчиками очень немного. Это 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники, единственный и главный в стране, где испытывается и исследуется абсолютно вся новейшая бронетехника. БТР и БМП, танки, бронеавтомобили в свое время суровые экзаменаторы из этого военного института завалили танк Т-34. Новичок, поначалу он был отправлен на доработку и только потом стал главным танком нашей армии во время Второй мировой. Вопрос, который нас интересует сегодня, а готов ли к такому же экзамену спрут? Сейчас испытатели стреляют по мишеням. Нужно, как говорят снайперы, пристрелять в винтовку. Это как разминка спортсмена перед соревнованием. Так же и тут. Совсем скоро место этой мишени займет спрут. Сотрудник института Владимир Сычев детально изучил все конструктивные особенности новой машины, и теперь именно он выступает в роли снайпера. Задача ввести огонь по наиболее уязвимым местам, попадая с точностью до 2-3 миллиметров. Но сначала внутрь машины помещают так называемые экраны-свидетели. И вот звучит команда «Огонь», а значит, экзамен для нашего героя начинается. Снайпер использует винтовки разного калибра с абсолютно разными пулями. Обстреливает стыки люков, сварные швы, приборы прицеливания и наблюдения. Мы не имеем права называть ни точную дистанцию, ни калибр, ни тип боеприпаса, чтобы этот фильм не стал видеоинструкцией для неприятеля. Но поверите, патронов стрелок не жалеет. На первом этапе, который может продлиться несколько дней, под прицелом будет только фронтальная часть новой машины. Но тут важно понимать, спрут не первый раз переживает такие испытания. В 2016 году были проведены предварительные испытания корпуса спрут. По результатам предварительных испытаний, заводам-изготовителям были внесены конструктивные изменения, которые в том числе будут проверены и на этих испытаниях. Вот та самая машина, которую обстреливали на предварительных испытаниях 6 лет назад. Образец проверку пережил, но слабые места тогда в нем нашлись. Создатели это учли, и сейчас под пули встала переосмысленная конструкторами машина. Можно сказать, новая, более совершенная версия. Но и статус испытаний тут гораздо серьезнее. Тогда были предварительные заводские, сейчас государственные. Вы знаете, вообще-то сам процесс государственных испытаний, который проводит Министерство обороны, он очень сложный, и он затрагивает все, скажем так, свойства машины. Вот. И одно из них, это насколько машина устойчива к подрыву на минах или на каких-то фугасных, которые устанавливает противник. Поэтому на предварительных испытаниях мы провели проверку и провели этот этап. То есть вы уже спрут подрывали? Так точно. Но это были предварительные испытания, которые проводило предприятие. Но Министерство обороны, оно не то что не верит, но оно всегда проверяет. Доверяй, но проверяй. Да, доверяй, но проверяй. Ну что, пора назвать промежуточные результаты стрельбовых испытаний. Внешне уже заметны попадания пуль. Но вот вопрос, а нет ли сквозных пробитий? Экран-свидетель чистый. Достаем второй экран-свидетель. На втором экране-свидетеле мы также видим отсутствие поражения его осколками пуль. Экран-свидетель чистый. Таким образом, можно подвести итог и сказать, что противопольная стойкость соответствует заданным требованиям. Пробития лобовой брони опытного образца не произошло. А это значит, что внося изменения, конструкторы все сделали правильно. В следующий раз машину поставят под другим углом. Стрельба будет вестись с меньшей дистанции и совсем другими боеприпасами. В эфире военная приемка. Мы находимся на территории 38-го научно-исследовательского испытательного института бронетанка вооружения и техники. Продолжаем. Стрельбовые испытания легкого танка для ВДВ по имени... Спрут. Спрут. Сколько выстрелов было сделано за эти дни? На данном этапе по машине произведено около 70 выстрелов. Пулев различного калибра, при этом малого калибра, сделано 40 выстрелов. И среднего калибра 30 выстрелов. Здесь необходимо отдельно отметить, корпус спрута сделан из алюминия. Точнее, из бронеалюминия. Не вдаваясь во все тонкости его изготовления, покажем вам на наглядном примере, что это такое. Кадры из выпуска военной приемки про БМП-3. Для корпуса этой машины используется сплав, из которого изготавливается вся десантная гусеничная техника. БТР-МДМ Ракушка, БМД-4М. И в будущем из этого же сплава будет сделан спрут. Итак, на испытательном стенде две алюминиевые плиты. Одна выполнена из обычного промышленного алюминиевого сплава, вторая из специального усиленного военного. И она, внимание, ровно в два раза тоньше. Стреляем. Бронеалюминий с честью выдерживает удар. На очереди плита из стандартного алюминия. Итак, вот, пожалуйста, лист гражданского алюминия. Двое толще, чем наша броня. Полное пробитие. Испытание абсолютно всех бронелистов будущих военных машин на прочность начинается еще на заводе. Но обстреливают не весь лист, а отрезанный от него фрагмент. Это так называемая карта-свидетель. После отстрела она будет границей в картотеке завода, можно сказать, вечно. Давайте объясним. Общее количество выстрелов. Какое планируете произвести? Речь идет о сотне экспериментов с объединением... Ну, сотней или сотня? Сотнях. Пуль различного калибра. При этом будет стрельба производиться по машине с различной дальности, а также ракурсов и различных условий. Все впереди у него в плане стрельб. Мы даже и четверть испытаний даже не привели. Да, только в самом начале этапа. И вот, теперь, почему мы вдруг решили прервать это испытание? Не мы, военная приемка, а испытатели института, потому что на этой стадии пора переходить к... Воздействию огневых средств поражения. То, что вы сейчас увидите, это приблизительно то, что творилось когда-то во Вьетнаме, когда все заливали сверху напалмом. В ближайшее время спрут будет залит... Агнесмесью напалмом? Именно тем самым напалмом? Именно тем самым напалмом, да. Которому уже практически 70 лет используются на вооружениях различных стран мира. Когда слышим «поджечь танк», в первую очередь в сознании всплывает ассоциация с коктейлем Молотова и хроникой времен Второй мировой. Все знают про этот простейший боеприпас. Стеклянную бутылку с зажигательной смесью и тканью в роли фитиля. Но, в отличие от простых бензинов и керосинов, густой напалм горит намного дольше. Этот загущенный каучуками бензин является составной частью боеприпасов основных огнеметных систем по всему миру. Именно напалм, который использовали американцы, превратил Вьетнам в огненный ад. Высокая температура горения, относительная дешевизна в производстве, неполный перечень достоинств, объясняющих такую популярность. Напалм, благодаря своей гелеобразной консистенции, прилипает даже к вертикальным поверхностям. Потушить его очень сложно. Прежде чем брать в руки факел и раскладывать напалм, мы забираемся на спрут. Для чего? Для того, чтобы объяснить, что внутри там уже установлены наши экшн-камеры, здесь люк мы не закрываем. Не закрываем для того, чтобы в процессе испытаний контролировать внутреннее состояние машины, тем самым обеспечивать безопасность, чтобы не возникало внутренних возгораний и пожаров. Камеры мы установили для того, чтобы зритель видел и понимал, что происходит в тот момент, когда танк объят пламенем. Этот люк мы закрываем. Потому что этот люк у нас будет выдерживать воздействие огнесмеси непосредственно на смотровой прибор. Механик-водитель. В лучших традициях раскладываем напалм во все уязвимые точки. Пока 10 навесок в огненной смеси. Первую кладем на воздухозаборник двигателя и так одну за другой обкладываем спрут со всех сторон. Навеска номер два. Так, третья навеска у нас будет установлена на блок тепловизора. Вот, обратите внимание, третья навеска – это тоже такое уязвимое место, вроде бы. А может, и на самом деле. Четвертую навеску мы положим на люк наводчика. Раз, два, три. Гори, гори. Все. Напалм уже во всю начинает свою работу. Чем опасен именно напалм? Да, и, кстати, почему именно его используют. Напалм сам по себе, как я говорил, это смесь синтетических каучуков с применением топлива. Вот, он имитирует воздействие бутылки зажигателей смесей, но в отличие от бутылки зажигателей смесей, он длительное время поддерживает горение. Бутылка сама по себе может прогореть за минуту, а напалм навеска горит до 15 минут. Следующую навеску кладем на конструктивную щель моторно-трансмиссионного отделения. Еще одну над бойницей, там резина, она может воспламениться. Следующую прямо на воздухозаборник в вентиляционной установке. Все, что вы видите сейчас, это не какое-то огненное шоу, эффектно организованное для телевидения, ничего подобного. Это стандартные государственные испытания. Так и только так проверяют всю бронетехнику. Правильно я говорю? Да, только так. Жестким способом. На этих кадрах таким же способом пытаются поджечь десантный вариант броневика «Тайфун», получивший имя «Тайфун ВДВ». Машина тогда с достоинством выдержала это испытание. Как он легко возгорает, этот напалм. О фильме про танк Т-90 мы проверяли динамическую защиту и на воздействие напалма, и на устойчивость к коктейлю Молотова. И что мы видим? В этом корпусе вот оно, взрывчатое вещество. Всё сгорело. Значит, осталась одна зола. Всё. Никакой детонации нету. Есть только горение. Значит, что? Значит, наши танки не боятся поджигателей. Ни грязи, ни огня. И защита работает. Лейте на них коктейли Молотова, ничего с ними не будет. Впрочем, то, что корпус тяжеленного стального Т-90 конструкторы сделали устойчивым к горению и прямому попаданию боеприпаса почти любого калибра, вызывает уважение, но не удивление. Спрут, напомним, выполнен из лёгкого крылатого металла, и в отличие от Т-90 этой машине нужно ещё и уметь плавать и желательно быстро. На этапе госиспытаний это купание, если можно так выразиться, длилось более 50 часов. 4 дозаправки, 3 смены экипажа, таковы требования государственного стандарта для испытания подобной техники. Были даже полицейские развороты в воде с выходом на стрельбу по мишеням. Тогда же машину проверили и на водонепроницаемость. Воды не было нигде не обнаружены, так как у нас было всё хорошо закручено, затянуто. Течи не были найдены, не обнаружены. Вы только вдумайтесь, новую, перспективную машину тестирует не конструктор, не испытатель, а обычный военнослужащий ВДВ. Это ещё одно обязательное условие проведения государственных испытаний. Андрей Васильев обычный механик-водитель. В ходе проведённых государственных испытаний подтверждена простота комплекса управления вооружением спрута в управлении, не требующих значительных ресурсов и времени при переобучивании экипажей старых спрутов СД на спрут СДМ-1. И также лёгкое освоение расчётов, не имеющих подготовки по какой-то базовой специальности. Первый спрут, он же спрут СД, появился на свет ещё в 80-х годах прошлого века. Он ценен самим фактом появления на свет. Прежде машин с такой мощной противотанковой пушкой калибром 125 мм на вооружении ВДВ не было. Так что спрут первый, первый в своём классе. Спрут второй сохранил самое дорогое, что было в первом, мощную пушку, способную стрелять в том числе противотанковыми ракетами. А всё остальное в нём подвергли серьёзным изменениям. И это сразу отмечают те, кто начинает пользоваться новыми машинами. Двигатель тут совсем другой в этом спруте. Отличается от старого. Ходовая часть другая, коробка передач совсем другая, водомёты. Намного резвее стало, намного поворотливее, лучше. 18 тонн вес спрута. Это невероятно мало для танка. Для сравнения, полная масса Т-90МС 48 тонн, арматы 55. Именно лёгкий вес не позволяет нашему герою десантироваться и выходить с наплав. При создании спрута конструкторы решили уникальную задачу по оснащению лёгкой техники воздушно-десантных войск, способной к осуществлению парашютного десантирования с расчётом внутри машины, штатной танковой пушкой. Чего на настоящий момент не добились конструкторы других государств. Иными словами, конструкторам удалось уменьшить силу воздействия на верхний броневой лист при выстреле из мощного орудия. Не пришлось усиливать броню и, как следствие, не делать танк более тяжёлым. Впрочем, вернёмся на полигон, где спрут проходит очередной этап государственных испытаний и где наш герой уже был обстрелян, и вот теперь его жгут напалмом. Пора проверить, что происходит в такой ситуации внутри. Исследователь 38-го института заходит в это огненное пекло для того, чтобы убедиться, что ничего там не капает. Отсюда я могу прокатали, что внутренних пожаров в машине нет. Протекание огнесмеси за броню пространства отсутствует. Это вопрос о том, в каких условиях работают наши военные испытатели. На всякий случай рядом скорая помощь, пожарный автомобиль. Все нормально там? Да, внутренних возгораний нет. Продолжаем эксперимент. Оценить снаружи, что там происходит внутри, объективно невозможно. Поэтому пришло время посмотреть, что зафиксировали наши экшн-камеры. Как мы видим, здесь герметик, люка испытания выдержал. За счет лабиринтов, находящихся под люком, протечка этой смеси внутрь так и не произошло. То есть напал вот здесь, внутрь, даже по этим каналам, по этим лабиринтам. Нигде не просочился, не прошел. Дальше прибор наблюдения визуальным осмотром. Я вижу, что никаких подтеков с наружной стороны, внутренней. Нигде изменений никаких нет. Прибор наблюдения, хоть с внешней стороны у нас он очень сильно повредился, но внутри он полностью целый. Если даже протереть в этой стороне у нас, как мы видим, даже все, даже просматривается все на улицу. Серьезно? Даже что-то просматривается? Да, вижу, все здесь прекрасно видно. Вот только вдумайтесь, по этому прибору наблюдения стреляли, в нем есть трещины, его заливали напалмом, он закоптился, и все равно через него что-то видно. Вы удивитесь, даже запаха дыма внутри машины нет. Все горение происходило исключительно снаружи. Оба люка выдержали испытания. В эфире военная приемка, мы зажигаем второй факел, это значит... Мы переходим ко второму этапу испытания. Механик, водитель, к машине. Второй этап испытания подразумевает оценку стойкости двигателя и фильтра великолепседустановки на воздействии к деснице напалм при их работе. Пожалуйста, поднимаемся на машину. То есть, то, что вы увидите сейчас, это по определению опаснее. Почему? Потому что будет работать двигатель, фильтр великолепседустановка и двигатель машины. Механик-водитель забирается в танк. Сейчас его задача оценивать состояние работы двигателя и контролировать показания приборов. И вообще следить за тем, чтобы не случилось возгорание в моторно-трансмиссионном отделении. Поджигаем первую навеску напалма, вторую навеску напалма. даем им разгореться в течение нескольких секунд, чтобы пламя было устойчивое. Попутно у нас еще третью навеску напалма. Это прибор наблюдения на люке, который в первом этапе мы оставляли открытым. Ага, механик-водитель запустите двигатель и фильтр радиационную установку. Вы только посмотрите на эти кадры. Даже когда механик-водитель поддав газу заставляет машину жадно дышать забортным воздухом. А в нашем случае дымом с огнем спруту все ни по чем. На обычном автомобиле или вездеходе воздушный фильтр двигателя давно бы сгорел. Усложняем. Второй пакет с напалмом кладем рядом с фильтром вентиляции. Неужели и сейчас внутрь машины не будет проникновения огня или хотя бы дыма? Во время проведения экспериментов возгорания внутри мотора зафиксировано не было. Можно дать вывод, что машина выдержала испытание в части воздействия на стойкость воздействия на палм. Итак, спрут уже обстрелян. Он прошел в прямом смысле слова и огонь и воду. Но и это еще не все. Впереди самая страшная часть испытаний – подрывы. Этот П-образный открытый бокс специалисты называют площадкой минных подрывов. На календаре 10 марта 2022 года земля еще промерзшая, не дает проваливаться и смягчать удар. Экзаменаторы усложняют задачу. Это специальное приспособление для проверки на стойкость гусеничного движительного. То есть не проводят испытания на мягком грунте. Это будут очень легкие испытания, а специально построена поверхность, которая достаточно твердая, жесткая. Вот там бетонный ресталь, да, сюда будет взорожено взрывное вещество и, соответственно, произведен дистанционный подрыв. Понятно, что мы не будем здесь находиться, все уйдут в убежище и произведен дистанционный подрыв. После этого мы придем и будем проверять, что у нас получится после этого взрыва. Мы крепим экшн-камеры во все разрешенные точки. Надеемся, что все они выдержат удар и покажут детально процесс взрыва. Тем временем специалисты института укладывают взрывчатку. Конечно, всех интересует какую, какого веса, но, увы, и тут мы не будем обозначать ни вес, ни тип взрывчатого вещества. Скажем только, что оно соответствует программе испытаний. Итак, все готово, мы прячем с собой укрытие. Подрыв готов. Готовы? Готовы. Огонь! Находясь в бункере, мы почувствовали, что здесь какой-то песок где-то рядом пролетел. Ну, небольшая вибрация прошла по стенам, по бетонным. Очень небольшая. Теперь самое интересное, как пережил этот подрыв спрут. И заодно хочется понять, целы ли наши камеры, что ж, выходим из упорителя. Визуально мы наблюдаем, что гусеничная лента находится в работоспособном состоянии, разрушения она не получила. Поэтому, я думаю, требования, которые... С каток тоже ничего не случилось? Нет, каток тоже все на месте, все хорошо, никаких разрывов нету, трещин нет, гусеничная лента на месте. Все нормально. Итак, испытание пройдено, теперь необходимо проверить работоспособность машины. Видно, что двигатель заводится легко, гусеничная лента начинает крутиться, и спрут без проблем выезжает из бокса своим ходом. Впрочем, это только начало. Испытание противоаминной стойкости продолжается, и следующий взрыв будет куда более мощным. Предполагается, что в этот раз как минимум гусеницы гарантированно будут повреждены. Да, мы не сказали главного. Все испытания проходят под пристальными взорами представителя ВДВ. Самое главное, мы должны подтвердить требования, которые заложило предприятие в части живутического экипажа и целостности корпуса после воздействия на него большим количеством взрывчатого вещества. То есть представители ВДВ обязаны находиться на этих испытаниях лично? Всегда на каждом виде испытаний. Если говорить о нише десантируемых боевых машин, то здесь у России лидирующие позиции. В распоряжении ВДВ боевые машины десанта БМД-2 и новая БМД-4М вроде транспортер ракушка и вот теперь все ждут, когда в строй встанет спрут. Первая версия десантируемой самоходной пушки спрут СД разрабатывалась очень долго 18 лет потом также долго ее испытывали переделывали 23 года она шла к своей цели попасть в ВДВ и за это время отчасти морально устарела. Поэтому обновленный вариант спрута десантники ждут с нетерпением. Почему так нужна для ВДВ эта машина? Эта машина уникальна. Уникальность заключается в том, что воздушно-десантные войска для своей техники приобретают новый калибр. Это 125 миллиметров. Это новое прицельное приспособление. Это новая система управления войсками оружием. Ну и безусловно это новый тип техники для воздушно-десантных войск. Какие же принципиально новые опции появились у спрута? На этих кадрах рабочее место командира. Вернее его монитор, на который выводится вся информация о боевой обстановке. В рамках государственных испытаний проверяются и возможности парной работы наводчика и командира, используя современные панорамные прицелы и новейшие системы управления огнем. Наводчик может стрелять, а командир может находить еще одну цель и сразу же отдавать указания наводчику. То бишь, они так как вместе могут работать, так и отдельно. Теперь командир и наводчик могут вести огонь одновременно, по абсолютно разным целям и в противоположные стороны. Но это они делают, находясь в одной машине. При этом важно понимать, что в единую группу можно собрать и несколько спрутов. В такой ситуации на поле боя они будут обмениваться информацией о целях. Теперь вопрос, который требует детального рассмотрения. Вот это что такое? Что вот это такое, как на автомате? Мушка, целик? Ну, если я скажу, что стрелять по воробям, вы будете смеяться. Просто оснастили, это уже современная машина, оснастили устройством встроенной выверки. То есть при подготовке машину к ведению боевых действий наводчик, сядя в машину, может, не выходя из машины, не устанавливая никаких приспособлений, произвести выверку орудия для ведения точного огня. На старой машине такого не было. Это уже шаг вперед. Эта система позволяет находиться на огневой позиции считанные секунды и тем самым повышает живучесть и самого танка, и его экипажа. Но давайте не забывать, что спрут пусть и самоходная, и десантируемая, но все же пушка. Поэтому главное, на что обращали внимание конструкторы при создании новой версии машины, это ее способность свести прицельный артиллерийский огонь. Кстати, именно поэтому курирует создание машины ГРАУ. Главное ракетно-артиллерийское управление. Главное ракетно-артиллерийское управление, как довольствующий орган военного управления, играет большую роль в создании образцов для наших потребителей, как команду НВДВ, так и главкомат сухопутных войск. Роль ГРАУ начинается от создания самой идеи, принятия решения, выработки требований и проведения комплекса испытаний для данного образца. Именно ГРАУ настояло на том, чтобы полностью изменить артиллерийскую систему при переходе от спрута в старой версии СД к новой СДМ-1, сохраняя при этом главное калибр 125 мм. Спрута СДМ-1 отличается от спрута СД прежде всего наличием унифицированного комплекта программно-технических средств управления, которое обеспечивает взаимодействие в единой разведывательно-информационной подсистеме управления артиллерии воздушно-десантных войск на поле боя, выполняющим задачи по обеспечению взаимодействия каждой машины между собой с машиной командира взвода и машиной командира батареи ЗАВЕТ-Д. Понятно, что в бою спрут может действовать и самостоятельно, но в связке с ЗАВЕТом его эффективность будет куда выше. Получение целеуказания от машин командира взвода и командира батареи, передача целеуказаний разведанных объектов, ведение разведки, определение координат целей, передача их командиру батареи, командиру взвода и выполнение огневых задач по огневому поражению. В настоящий момент каждый спрут СДМ-1 превращается на поле боя в глаза и уши современного командира. Цель засеченная, цель разведанная каждым спрутом сразу ложится на карту высшестоящему командиру. Это обеспечивает прежде всего информационное видение в режиме онлайн обстановки на поле боя. Тем временем мы возвращаемся к нашим экзаменаторам на полигон 38-го научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники. Пора выяснить, выдержит ли спрут под гусеницами более мощный удар, чем в первый раз. Заряжай! Пока идет заряжание, еще один вопрос. Вот то количество взрывчатки, оно чем продиктовано? Значит, оно продиктовано тактико-техническими требованиями, но так как у нас корпус машины базовым является БМД-3, то есть соответственно и требования по защищенности, в частности по противоминной стойкости, тоже оттуда перетекли. Подлево готов. Готовы? Готов. Огонь! Вот они, уникальные кадры испытаний на противоминную стойкость. Кажется, взрыв такой мощности должен нанести серьезный урон. Сразу видно, что абсолютно другой объем взрывчатки. До сих пор в воздухе витают пороховые газы. Что скажут специалисты? По результатам осмотра можно сказать, что машина потеряла свою подвижность, разрушен каток, разорвана гусеничная лента. на кадрах, снятых коптером, хорошо видно, каток улетает далеко в сторону, но куда именно и что с ним стало, пока не ясно. То есть он улетел куда-то? Он улетел в нашу сторону. Так, давайте посмотрим где-нибудь, где эти летающие катки. Анекдоты жизнен. Исчез каток. Взрыв был настолько мощный, вот здесь сейчас несколько человек в сугробах ищут вот этот улетевший блок и пока найти его не могут. Пока за катком отправляют поисковую группу, мы продолжаем изучать последствия второго взрыва. Сергей Сергеевич, ну это отличный результат. Я скажу, да, для этого количества ВВ, которое мы сюда положили, даже танки его не выдерживают, я вам так честно скажу, вот, и мы потеряли один, и второй вот сорвало с подшипника. Результат очень хороший. При этом корпус машины в принципе вот каких-то таких, чтобы смертельных повреждений здесь нет. То есть он остался целый. Можно сейчас поменять катки и машина может ехать дальше, соединить гусеничную ленту. Очень хороший результат. Я прям доволен, честно скажу, я не ожидал такого. Этот результат во многом обеспечивает необычная конструкция подвески, которую используют практически на всех машинах ВДВ. Корпус целый, и люди будут там целы в машине. Вот это главное. Особенно ценен этот результат, если учитывать силу взрыва. Тот самый каток обнаружили в 50 метрах от точки подрыва. Вы представляете, какой силы был удар, если 30-килограммовый каток отбросило аж сюда. Андрей, я боялся, если вырвет опору, и корпус полностью будет выломан. Вот этого я боялся. Оказалось, опора, корпус выдержали, все у нас, все разрушился каток. Но он тоже сработал, как... Демпфер. Вот сейчас на машинах делают зоны сминания дополнительно, специально, что при авариях. Они сминались и гасили энергию. Вот примерно так же у нас работал сейчас каток. В эфире военная приемка, и снова мы находимся на территории 38-го института. Именно в этой бронекамере проходил тогда ночью обстрел, но у Спрута своя программа испытаний. Спрут конкретно на этой точке не испытывают. Что сегодня? Сегодня его ждет очередной мощный подрыв. И если в прошлый раз взрывное устройство мы подкладывали под гусеницу, то теперь непосредственно под днище. В этот раз решили и мы рискнуть. Взяли с собой несколько камер с боксами. Причем обратите внимание вот таким кустарным, но очень надежным способом мы закрепили бронестекло. Вот там внутри высокоскоростная камера. Эту камеру мы поставим прямо ну настолько, насколько сможем близко относительно точки подрыва. это будет метра полтора, может быть два. Вот вы видите там точка подрыва. Вот здесь будет установлена эта камера. Еще две камеры, одна из них скоростная, мы закрепили там внутри машины. По периметру расставлены точно такие же экшн-камеры, так что все подрывное шоу прямо сейчас в военной приемке. на этот раз взрывчатку закладывают не под гусеницей, а строго под днищем машины, располагая ее в том самом квадратном стальном лотке, который вы уже видели. Благодаря ему максимум энергии взрыва будет направлено в сторону испытуемого образца, без него львиная доля энергии ушла бы в землю. Наконец-то заканчиваются последние приготовления и звучит команда на подрыв. Мы видим, как нижнюю часть машины заволакивает черным дымом, он медленно поднимается наверх, в это время камеру, которую мы оставили под днищем, забрасывает, впрочем, не она нас сейчас интересует, а спрут. Фиксируем состояние днища, его целостность, отсутствие критичного прогиба днища, а также целостность сварных швов. Проверяется визуально. В результате осмотра внутреннего оборудования мы видим, что никакого срыва смес крепления не произошло. Внутреннее оборудование все на месте, штатные крепления не разрушены, все на месте. После подрыва машину, как и положено запускают. Видно, что системы управления огнем исправны, башня вращается, а пушка двигается и в горизонтальном, и в вертикальном направлениях. Впрочем, на этом проверки не заканчиваются. Теперь надо разобраться, защитит ли броня экипаж, если мина рванет непосредственно под тем местом, где сидит механик-водитель. Давайте, Василия, внутрь. Василия, ручкой побольше. Понятно, что вместо людей в машине будут находиться манекены, такие используют для краш-тестов автомобилей, правда, есть отличия. На наших надевают бронежилеты, шлемы, словом, всю экипировку, как и положено в бою. И снова звучит команда на подрыв. И снова спрут спасает экипаж. Так, шаг за шагом, новая машина движется к своей главной цели – попасть в воздушно-десантные войска. Как и у солдата, путь этот небыстрый. И даже после обстрелов, поджогов и подрывов нашего героя ждет еще ряд проверок и испытаний. Впрочем, это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова